Новосибирск Новосибирск В результате в 1978 году Совет Министров утвердил проект первой линии метрополитена, протяженность которой составляла 13 километров с 11 станциями. Любое строительство невозможно без проектной работы. На первом этапе в проектировании новосибирского метрополитена участвовало 12 проектных организаций из Москвы, Ленинграда и, конечно, Новосибирска. 22 февраля 1979 года как филиал Лен-Метро Гипротранса формируется Новосиб-Метропроект, в задачи которого входила разработка всех четырех линий Новосибирского метрополитена. В условиях сибирской зимы, когда глубина промерзания грунта достигает 2,5 метра, разработчикам проекта пришлось решать задачи надежной теплоизоляции конструкций, мощной вентиляционной системы. Много споров вызвало и архитектурно-художественное оформление станции. Среди новосибирских зодчиков объявили конкурс. Но в спорах рождается истина, истина, приближающая мечту. В спешке как-то не верилось даже, что, прибавив нам новых забот, буква «М» в городские пейзажи в недалеком грядущем войдет. Само явление метрополитена в Новосибирске казалось прекрасной мечтой, тем не менее осуществимой, ведь в приближении к ней участвовали строители со всех концов нашей необъятной Родины. Сложные рельсовые узлы монтировали менчами, харьковские рабочие инженеры собирали экскалаторы, московские отделочники украшали станции. Из Армении в Сибирь шла электротехническая аппаратура, из Грузии – мрамор и гранит. Но многое, конечно, зависело от самих новосибирцев, которые вкладывали в осуществление мечты силы, время, средства. Новосибирские проектные институты, теплоэлектропроект, СИП «Гипротранс» и другие в течение месяца выполнили громадный объем инженерно-геологических работ, выдав исходные данные для определения прокладки трассы первой очереди. Строительство метрополитена приняло размах общегородской стройки. Более ста промышленных предприятий принимало участие в изготовлении оснастки, конструкций. Пока глав Новосибирскстрой возводил завод сборного железобетона мощностью на 35 тысяч кубометров, предприятия стройиндустрии Новосибирска обеспечивали метрополитеновскую стройку стройматериалами. Все это было в начале, когда у новосибирского метростроя еще не существовало своей производственной базы, своего круга необходимых специалистов. Однако жизнь и здесь сумела, мечта, идти куда быстрее, чем двигалось живое дело со всей серьезностью своей. Первый тоннельный отряд новосибирского метростроя номер 29 сформирован из четвертого участка тоннельного отряда номер 2 Ташметростроя. 12 мая 1979 года была забита первая свая на будущей станции Октябрьская. И пошло-поехало. На наших улицах росли заборы с огромной буквой М, за которыми скрывалась тайна метростроения. По словам Валентина Колточихина, начальника тоннельного отряда номер 29, опытнейшего инженера, прибывшего из Харькова, условия по сравнению с прокладкой Харьковской линии в новосибирской подземке были достаточно благоприятными. Очень удобно было строить метро Новосибирский по этим трассам, по улицам. Они прямолинейные. И разрытие не мешало практически нормальной городской жизни. В результате геологических социальных особенностей все станции первой линии, сооружение которых велось более дешевым, открытым способом неглубокого заложения. Прокладка тоннелей шла по прямолинейным улицам города, которые одновременно реконструировались. За время строительства было ликвидировано 2,5 километра оврагом. Сооружены подземные переходы, что улучшило движение надземного транспорта. Заменено более 12 километров изношенных трубопроводов. Трудности возникали постоянно, но проходчики новосибирского метро не боялись их, а пытались преодолеть. Как доказательство такого стремления был постоянный рост желающих работать в метрострое. Как следствие, конкурс, где отбирали людей по многим, прежде всего, профессиональным качествам. На базе 29-го тоннельного отряда сформировались 27-й и 33-й. Многие новосибирские метростроевцы – выходцы с БАМа. Среди них – директор метростроя Евгений Михайлович Коноплёк, проработавший на Байкало-Амурской магистрали 10 лет. С кадрами складывалось благополучно, дело оставалось за оборудованием. Первые машины приходили вместе с водителями с Ташкентского метро. Позже возникли управления механизацией автоколонны. С резким увеличением строительно-монтажных работ в апреле 82-го года организована автобаза, рассчитанная на 250 автомобилей. Увеличение объема строительства, пополнение кадрового состава привели к тому, что сооружение велось на всех станциях одновременно. В течение пяти-шести лет темпы постоянно наращивались. И вот свершилось. 7 января 1986 года открыта первая линия – пять станций. Вагонные составы были переполнены, ажиотаж длился две недели. Но для строителей и работников метрополитена ввод линий в эксплуатацию состоялся гораздо раньше – в декабре 85-го. Последнюю неделю перед официальным пуском составы перевозили строителей, эксплуатационников и даже делегатов партийного слета. В общем, управились в срок. Иначе было нельзя с таким-то энтузиазмом. Итак, начало новосибирскому метрополитену было заложено. Строители продолжали оттачивать свое мастерство на сооружение станции – Сибирская, Гарина Михайловского, Гагаринская, Зельцовская, Карла Маркса. Проектировкой и дизайном теперь полностью занимался Новосибирск метропроект. Что такое метрополитен? Это транспортное средство. По сути, транспортное средство, в котором должны быть предусмотрены, ну, как сказать, у нас есть вот такие вот направления, как сказать, ну, немножко там архитектурные. Если мы посмотрим, допустим, как вот это вот трансформировалось, допустим, в московский метрополитен, там, допустим, определенные архитектурные излишества и так далее, и так далее, и так далее. Метрополитен – это транспортное средство, оно должно быть, как сказать, обеспечено и, как сказать, материалами, теми, которые долговечны и так далее, и так далее. Почему там, в общем-то, и применяется природный камень, но могут применяться искусственные материалы соответствующим образом, соответствующим образом, ну, отвечающим тем требованиям. Экологические нормы должны соблюдаться, должны соблюдаться пожарные нормы, как говорится, требования по пожарной безопасности, и, естественно, пропускная и провозная способность метрополитена. На вопрос о любимой станции все причастные к метростроению люди отвечают одинаково. Ну, тяжело сказать, это как в семье, какой ребенок любимый, какой нелюбимый. У каждого свои особенности, и свои, положим, воспоминания, связанные с этой определенной станцией, или что, ну, будем говорить, не только там какие-то трудности, а и смешные моменты. И для всех остальных жителей Новосибирска каждая станция – что-то особенное. Сесибирская сама лучше. Конечно. Ну, хорошее, хорошее плано. Вообще отделка. Ну, мне нравится вот Ленина станция, Зальцовская, то есть они более-менее открытые, то есть они имеются в виду без кого. Гагаринская. Студенческая. Гагаринская почему? Ну, ну, конечно, там 45-то останавливается. Потому что там чаще бывает. У нас бедненько, конечно, по-сибирски все. Но хотя бы и так было бы сделано побольше станций. Обязательно надо. Идти на все надо. Спасение наше. Да. Конечно. Это памятение. Даже уже вот. Это все. Чтобы порадовать жителей своего города, метростроевцы работали с утра до вечера, тратя все свои силы. Они жили тем, что делали, кладывая в работу душу. Казалось бы, все только начинается. И метростроевцы еще порадуют жителей города оригинальными станциями, совершенными перегонами. Помогут соседям в Омске и Красноярске осуществить мечту о метро. Но время реформ повернуло метростроение вспять. И сегодня проходчикам приходится прокладывать не подземные тоннели, а реконструировать коммунальный мост через реку Обь или строить в Машковском районе мост через реку Порос. Камень, песок для возведения Поросовского моста везут со станции Березовая роща. Бульдозеристы толкают землю так же, как при прокладке тоннелей. Но в большинстве своем приходится перестраиваться и людям, и технике, ведь проходческий щит не может служить башенным краном. Тем не менее, метростроевцы сейчас возводят прекрасные жилые дома, такие как на улице Гоголя. А международный терминал аэропорта Толмачева мог бы стать гордостью любой наземной строительной организации. В 1997 году было 40-летие аэропорта и 60-летие Новосибирской области, поэтому мы постарались все возможное сделать с нашими строителями. У нас генеральный подрядчик был метрострой. Сдать этот международный терминал вовремя. За полтора года сдать такой терминал, это говорит о чем-то. Реконструкция одного из зданий Новосибирского мясокомбината подтверждает особенность профессии метростроевец. Метростроевец сейчас работает. Почему? Потому что мы пошли по пути реконструкции первого мясоперорабатывающего завода, и там требуются технологии усиления несущих конструкций. И эту работу способна выполнить только метростроевская организация. Больше никто ни по возможностям, ни по техническим, ни по технологическим, ни с точки зрения кадрового обеспечения просто не может сделать. Итак, прокотчики становятся каменщиками. На заводе ЖДК, кроме сборки и конструкции, занимаются выпечкой хлеба. Все же заводчане уверены, что и в таких условиях они смогут работать на метро. Нормальная работа завода, прибыльная и хорошая, может быть обеспечена при соотношении заказчиков со стороны и метростроения. 40% мы работали на сторону, и 60% работали на метро. Это прекрасное соотношение. Даже в долг можем строить метро для Новосибирска при таком соотношении. Специалисты Новосибирск метропроекта проектируют комфортабельные квартиры, мечтая все же придумывать красивые станции. А на автобазе дела обстоят так. Сегодня по анализу 90-85, ну 90 максимально процентов мы работаем только на свои подразделения. Перспективы для нас могут быть только тогда, когда начнется по-настоящему строиться метростроение. Другой перспективы нет. Метростроевцы пытаются выжить в сложных экономических условиях, не растерять основной костяк специалистов. В лучшее время в Новосибирском метрострое работало 3,5 тысячи человек. Сейчас полтора. Из них только половина работает на строительстве метро. Оно и понятно. Вопреки грандиозным проектам прокладки четырех линий, строятся сейчас только две станции второй линии. Имени маршала Покрышкина, где дело осталось за отделкой. И в тяжелых условиях, обводненных грунтах, роются котлован Березовой рощи. И все же инженерные проблемы решены. Финансовые пока нет. Когда-то все должно закончиться, и начнется строительство. Метро, гражданское строительство, промышленное. Начнется нормальное развитие области, города. Если люди будут строить, есть возможность, значит страна развивается, регион развивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Двадцать лет для метро это вовсе не возраст. Это больше. Начало-начал. А в Сибири метро это только возможность, чтобы город Абской все крепчал и крепчал. Редактор субтитров А.Семкин